Здравствуйте! Я Марина Овчинникова, открывшая магазин «Шёлка» в Санкт-Петербурге для художников, дизайнеров и творческих людей. А сегодня я ведущая программы «Интервью на миллион» на канале «Медиаметрикс». Я пригласила двух талантливых женщин, чьи имена известны в европейских столицах моды. Это Елена Ткаченко, художник, и её дочь, искусствовед Галина Дамаха, открывшая бренд «Модный дом Елены Ткаченко». Здравствуйте, Галина! Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Благодарю, что вы пришли на этот канал. И у меня первый вопрос к Елене. Говорят, что художниками рождаются. Если бы вы писали свою автобиографию, то когда вы воспринимали мир, с какого возраста вы воспринимали мир как художника? Я думала, где-то с двух лет, с двух с половиной. Я помню, что меня абсолютно очаровывал закат, что небо становилось ярких цветов. И я уходила, мне казалось, что я туда дойду и увижу, что же там так красиво сияет. И если родители меня, как бы сказать, не высматривали во время заката, то я уходила очень далеко. Поэтому вот эта тяга, увидеть что-то прекрасное, вот с такого очень раннего возраста, и вот прямо идти туда, идти вот в закат, и мне казалось, что я до него дойду. Представляете, как это опасно. Да. А когда появилось осознанное желание учиться? Ну, вообще, я помню, что я, мне кажется, родилась с сознанием, что я художник. У меня не было вообще выбора, никаких метаний, несмотря на то, что родители мне сдавали музыкальную школу, я ходила в спортивную школу. Но я потом пошла, сама записалась в художникскую школу, и всё. Я рисовала с самого глубочайшего детства, мне кажется, вот с трёх лет, как только мне попал карандаш в руки. Вы закончили два высших учебных заведений художественных. И вот ваши однокурсницы Академии Штиглица вспоминают и говорят о вас, как о талантливой ученице, очень работоспособной, и говорят, что даже будучи больной, вы ходили на занятия. И вот результат. Диплом с отличием и рекомендации представлять вуз в Японии. А как сложилась ваша судьба после окончания учебного заведения? Дело в том, что я училась в самое сложное время, на пик перестройки. Я поступила в 89-м, когда рушился Союз, и в 93-м я закончила экстерном. Я сдавала последние курсы в 4-й, 5-й, 6-й за один год, потому что мне казалось, что я должна закончить быстрее, уйти и работать дальше. И я не жалею, что я так сделала. А вот что послужило созданием модного дома? Галина подросла. На самом деле, вот моя специальность, она звучит так в дипломе, что художник плательных и мебельно-декоративных тканей. Это такая советская формулировка, но у нас все время шли задания тканей для платья и тканей для интерьера. И габелин или ткан, панно или разные виды техники для стены, как художник, композиция. То есть мы работали, мы такие художники-универсалы, то есть от портрета маслом до аэропортных тканей. Поэтому, скажем так, ткани для одежды, так грубо сказать, они все время были у меня. У меня даже диплом, который как раз должен был представлять наш вуз в Японии, он как раз и был основан на коллекции плательных тканей. Галина, а каков Ваш путь творческий? Творческий? Ну, он у меня такой, на самом деле, комбинированный, я бы сказала. Он творческий и не очень творческий, все одновременно. Я закончила Академию художеств, совсем другой вуз, в 2012 году. Поступила в аспирантуру и окончила аспирантуру в 2015 году. Но пока диссертацию не защитила, это моя тема, она достаточно сложная. Скажем так, я всегда была вовлечена в все творческие процессы, и, видимо, был такой момент переломный. Кстати, как раз сами почитатели творчества Елены, они приходили, смотрели на прекрасные, прежде всего, работы искусства, инсталляции огромные, многочисленные выставки, и говорили, это красиво, так замечательно, ну, вот так хочется все-таки надеть на себя что-то, так хочется вот стать причастным, не только созерцая эту красоту, но и хочется поучаствовать, так сказать, непосредственно, да. И из-за этого нас облились желания, из-за этой идеи самих зрителей, самих заказчиков, и родился модный дом. И таким образом изначально мы работали первые несколько лет, больше, конечно, как искусство в таком формате, и только, наверное, последние два с половиной года мы работаем уже в более совсем другом контексте, создавая большие коллекции и работая на международном скотерине. Вот у меня такой вопрос, размышление. Существует точка зрения, что художник — это внутреннее состояние, это своё внутреннее понимание мира, и нет прикладной задачи. А дизайнер должен понять другого человека так, как не может понять себя сам человек. Вот кем вы больше являетесь, Елена? Ну, я, конечно, мне кажется, абсолютно художник, и мне очень... То есть мне моя среда — это, конечно, художественная среда, а не фэшн-среда. И даже... Но, к счастью, вот когда мы сейчас много ездим в Париже, общаемся, то там фэшн-среда и художественная среда очень близки. У нас же они абсолютно не... Это параллельные миры, и они не принимают друг друга. Поэтому мне довольно сложно в фэшн-среде, и я абсолютно родной человек в художественной среде. Галина, а вот скажите, кутюрье. Как вы понимаете это слово, и что вы вкладываете в это слово? Скажем так, для нас всё-таки, ну, как вот Елена сказала, мы больше видим свою миссию, да, это искусство в пространстве моды, то есть создавая действительно произведение искусства, но которое относится к моде. Если раньше, например, была такая котировка, ну, здесь можно так назвать, да, это декоративно-прикладное искусство, частью которого являлся, собственно говоря, костюм, а потом мода, потом появился дизайн. Кутюрье тоже появились не так давно. Конечно, можно сказать, да, о нас, ну, как бы, как о кутюрье, можно так сказать, да, но только в определённых линиях, определённых направлениях нашей деятельности. Спасибо. В 2015 году в Союзе художников на выставке «Текстиль и акварель» впервые была представлена Ваша работа «Живая земля. Тундра». Я знаю, что это был заказ, и Галина даже ездила в Тундру. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Ну, не только я, мы все вместе ездили дважды, мы были в Нарьянмаре. И я бы сказала, ездили в компанию, оба раза в компанию, значит, музыкантов. Да. Почему музыкантов? Нас приглашали вот в Нарьянмаре с двумя, ну, как бы, с двумя проектами. Сначала мы открывали выставку «Песнь песней», наш легендарный большой проект, который, кстати, единственный, полностью был представлен впервые в Нарьянмаре. За полярным кругом, самый большой город за полярным кругом России, это Нарьянмар. А потом, через два года, кстати, в Эрмитаже мы открывали культурный форум этим проектом. В отеле Эрмитаж. Получается, что в Нарьянмаре мы приехали по приглашению центрального выставочного зала. Правильно? Да-да-да. Да-да-да, социального выставочного зала Нарьянмара. Вот. И бывали там, вот это у нас был такой опыт, это была зима. Ну, как зима, это была весна, но она там как зима. Вот. И мы делали, чтобы создать непосредственно габеллен, мы делали большое исследование именно по цветам, спрашивали тех, кто ходил в экспедиции, кстати, тоже сотрудники Эрмитажа предоставляли нам фотографии, всякие визуальные материалы, чтобы вдохновиться и создать такой образ тундры, да, в текстиле, чтобы сами, скажем так, жители Нарьянмара сказали, да, действительно, вот она такая. Ну, вот это как раз от обратного. Сначала заказ, да, и потом вы этим вдохновились и создали произведение. Ну, вот здесь, когда этот заказ пришёл, то есть я не раздумывая сказала, что это наш заказ, потому что создание фактур — это просто, скажем так, одна из моих любимых занятий в жизни, да. И делая эту тундру, весь 15-й год — это полнейшее счастье. Ты чувствуешь себя таким неким божественным каким-то, не знаю, создателем, который формирует и рождает эту фантастическую землю. Хорошо. Я должна добавить немножко ещё про фантастическую землю, что мы... Очень интересный факт, что мы работали без эскиза в этом проекте и действительно старались создавать каждый квадрат, ну, знаете, что он состоит из пазлов, совершенно без эскиза. То есть мы делали так, как вот душа, да, лежит. Мы сознательно отказались от, скажем так, от классических законов композиции, чтобы живая земля была живой, чтобы не было вмешательства человеческого разума в формирование и в рождение этих поверхностей. Хорошо. В 2015 году на этой же выставке Вы сказали, что как только проект будет закончен, он навсегда уедет к заказчику. В 2018 году в отеле «Эрмитаж» ещё раз был представлен этот проект. Какова его судьба с 2015 года? Он остался в Петербурге? Нет, он уже давно уехал, уже как год на Ренмар. Просто они его забирали, они его тоже экспонировали у себя. Вот, потом его возвращали, тоже выставляли. Например, мы возили часть, это уже наши были квадраты, в Миланеву на салон Дель Мобиле. У нас был большой тоже проект, назывался «Тундра» для итальянцев и вообще для всех международных гостей. Это был настоящий опыт севера, они не знали такую Россию, это было как бы очень-очень интересно. Их просто очаровывала и сама «Тундра», и слово «Тундра». Да, и вот эти все объёмы, конечно, всем хотелось это всё потрогать, зайти туда. И поскольку мы уже какой-то момент перестали бороться с тем, чтобы они потрогали, я на многих выставках, мы делали такой квадрат, которым говорят «трогайте обязательно», потому что всё равно все хотели очень потрогать все эти мухи, наши кочки. Это был незабываемый опыт, конечно. «Тундра» выставлялась весь 2016 год, у неё огромная выставочная судьба. Она была представлена на императорских садах России, в Русском музее, у неё был там большой проект впервые, она там была представлена, 4 квадрата весны. Это как раз в 2015 году, она ещё делалась и постоянно выставлялась. Также у нас была только выставка «Красная тундра», которая была в Доглере, самая последняя наша новогодняя ночь открывалась выставка, видите? Прямо целая жизнь. Да, 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 мы примерно полтора года просто из «Тундры» не выходили. Да, мы были там. И что, сейчас это произведение находится у заказчика? Ну как, это, скажем так, это же музей, да, то есть они собирают именно русское искусство, искусство русских художников, и эта работа хранится у них. Но если его как бы попросить, конечно, они могут, если у них будет какой-то проект, они предоставят её для выставки. Ну вот как в 2018 году мы показывали коллекцию «Тундры» и сам «Ковёр Габерин Тундры», то есть это отель «Ремитаж», который делал этот проект, они писали туда заявления, в общем, прошения, всё это рассматривалось, и всё это было возвращено на какое-то непродолжительное время. Расскажите, пожалуйста, о неделе в «Парижской моде». Скажите, вот для вас, как для художников, как для творцов, это вот высокое достижение попасть? Как вообще попадают на эти недели? Какой критерий отбора? Кто вам помог? Кажется, это что-то недосягаемое. Неделя «Парижской моды». Ну, скажем так, вообще в Париже две недели моды. Одна неделя «Высокой моды», вторая неделя, скажем так, «Брет-а-порте» и более такой массовой моды, скажем так, есть две. Первый раз мы попали, мы получили приглашение сделать показ в торговом представительстве Российской Федерации 6 марта 2018 года. И по их приглашениям мы попали, и, скажем так, все документы, которые были необходимы для того, чтобы попасть в «Парижскую неделю моды», были сделаны не нами, а приглашённой стороной, приглашающей стороной. А можно ли назвать ваш показ успехом? Ну, для нас, конечно, это был большой шаг. Да, потому что, во-первых, реакция публики и прессы на нашу коллекцию «Ла Перла», самая известная наша коллекция, была очень яркой, острой, потому что никто не ожидал, что в России делают такую моду. Просто нужно понимать, что ждут от русского дизайнера, ну, от русского художника, да. Это, как бы, конечно, то есть всё, что кто не знает. Работа с традициями, да? Да, нашими ремёслами, да, какую-то вот такую тему, силуэт или что-то, вот они всё равно ждут что-то похожее, что они уже видели, да? То, что они видели, там, у Зайцева… У Юдашкина, то есть… Или там у Ахмадулина, то есть они ждали каких-то народных мотивов, а тут оказалось совершенно всё новое, новая техника, новые образы, и образы очень близкие по духу европейцам, и они вообще не сразу поняли, что это российские дизайнеры. Вот вы сказали, где-то я прочла, что заявлено было 130 человек, а пришло около 300. Как это заявлено? Ну, скажем так, есть вмещаемость в зало, то есть торговое представительство, зал, в котором они делали показ, он не очень большой, и вот как раз на 120 человек. Поскольку это неделя моды, и всем было очень интересно попасть и увидеть, что делают русские, да, что происходит у нас. А почему? Почему было интересно посмотреть, что делают русские? Потому что для них это очень экзотично, на самом деле. Это так редко бывает, потому что у них очень… В неделе моды происходит масса событий, невероятное количество, то есть там показы начинаются, для нас это экзотика, если показы начинаются в 9 утра, и так каждый день. И они выбирают что-то особенное, то есть что-то новое. Для парижан это всегда очень интересно и важно. Я бы даже сказала не для парижан, а для сообщества, скажем, для международного сообщества, которое слетается, и им, конечно, интересно посмотреть новое имя, и Россия очень редко показывает. И скажите, у вас появился адрес в Париже, адрес модного дома Елены Ткаченко. Этот адрес появился после вот этого показа? Ну, не сразу, но можно сказать, да. То есть мы там познакомились. Мы ещё раньше познакомились. Да, раньше познакомились ещё. Расскажите. Ну, это на самом деле такая целая цепочка, потому что первый раз мы показались в Париже на международной арене, когда мы участвовали в выставке «Who is next?». И мы туда, так как к нам было очень интересно показать разные коллекции, да, мы уже никто не знает и никто не может предугадать, что кому понравится, то мы взяли по два, по три платья из каждой коллекции, и каждый день на манекенах это меняли. И, скажем так, приобрели целую массу, по-моему, бесконечную, которую мы до сих пор не можем переработать, всевозможных контактов и предложений. И одно из них было быть представленными в таком очень престижном месте в Париже, это район Мадлен, где одно из таких очень именно парижских кутюрье, Клод Патрик, это его ателье, в котором он работает уже больше 50 лет. И так как он счет костюмную группу, а мы в основном все-таки делаем аксессуары, самые разнообразные, то ему было интересно пригласить нас и попытаться поработать в такой коллаборации. И вот с тех пор, уже, наверное, больше года, мы, значит, там представлены. И если вы видите там в соцсетях, то каждый месяц мы проводим какую-нибудь презентацию новой коллекции или делаем специальный вечер для клиентов в Париже. Поэтому мы обрастаем, обрастаем там связями, друзьями. А скажите, пожалуйста, отличаются клиенты России и клиенты в Европе? Да, конечно. Да, очень сильно. А вот очень сильно в чем? Скажем так, мне кажется, что из-за того, что у России такая сложная история, и была прервана вот эта нить, традиция, и сейчас, прежде чем продать русскому, российскому покупателю, мы проводим, скажем так, коллекцию, рассказываем, как это сделано, почему это сделано, как бы объясняя, очень часто приходится объяснять, то европейскому покупателю это, во-первых, вообще не нужно объяснять, не нужно его убеждать ни в какой стоимости, наоборот, наоборот, и, скажем так, мы чувствуем, что вот наш формат, то, что мы делаем, единичный, как правило, единичный экземпляр, как правило, ну, много ручной работы, это всегда новая техника, это всегда новая, в общем, новый рисунок, мы, ну, для себя мы решили, что мы не работаем с чужими рисунками, мы делаем только свои, то есть мы печатаем, создаем фактурные какие-то элементы, и от этого рождаются коллекции, и они, когда это видят, они видят новое, они, конечно, это очень ценят, и я думаю, что поэтому как раз и нам там легче, что ли, себя показывать, и добиваться успеха в Париже, чем в Санкт-Петербурге. И следующий вопрос. Ив Сен-Лоран сказал, С годами я понял, что самое главное в платье это женщина, которая его надевает. Скажите, пожалуйста, я знаю, что ваш какой-то элемент, нет, не элемент, что-то у вас купила принцесса Кенская. Расскажите, пожалуйста, что она у вас приобрела, и как принцессы покупают, как они покупают, как вообще можно выйти на таких статусных людей? Ну, конечно, на статусных людей выходить очень сложно. Практически... И тут, на самом деле, даже дело не в том, выходить или нет. Это совсем другой вопрос. На самом деле, в британской родственской семье есть две коллекционные шали, которые находятся в их частных собраниях, в разных семьях. Вот. Одна из них находится в собрании принцессы Кенской. Мы встретились с ней, у нас была презентация в Русском музее, в Мраморном дворце. У нас, как раз, это была первая серия, ещё не было тогда модного дома. Это было ещё далеко до того. Это именно были большие шали, арт-объекты, которые мы ей представляли совместно с, скажем так, русскими ювелирами. То есть это было в Санкт-Петербурге? Да, да. Это было в Санкт-Петербурге. Это было полностью закрытое мероприятие исключительно для принцессы, чтобы показать мастеров, мастеров Санкт-Петербурга. И она тогда нас очень поддержала. Она сказала, что она никогда не видела подобной техники, хотя она 30 лет всё время посещает модные показы. Да, и она по образованию своему как раз дизайнер. У неё высшее образование. Она очень хорошо в этом всём разбирается. И как раз после показа нам сразу написал русский влог из Москвы буквально на следующее утро и попросил материалы про нас для того, чтобы сделать интервью статью. Да. Так что у нас самые-самые лучшие воспоминания принцессы. И мы её продолжаем приглашать. И мы надеемся, что она ещё сможет найдёт время к нам прийти на показ уже в Париже. Ну, это, конечно, очень интересно. Прям хочется задать вопрос. Она вас купила или вы подарили? Скажем так, она заказать хотела другую шаль, но поскольку мы не продавали их тогда, ту, которую она не продавала, а не ту, которую она хотела. Если у нас в коллекции, то мы ей предложили другую. Другую. Поэтому, скажем так, она хотела совсем арт-объект, она хотела, могу даже сказать, дождей и туман из Санкт-Петербурга. И эта цветовая гамма ей очень-очень нравилась. Но они тогда, скажем так, у нас есть три серии вот таких шалей. Венецианская серия, Песнь-песни и Санкт-Петербург. И на тот момент Санкт-Петербург только рождалась, и мы, скажем так, может быть, это грубо звучит, мы решили, что мы не будем продавать именно вот эту. И, скажем, и предложили ей другую, которая, скажем так, специально была сделана для человека меньшего размера и меньшей трудоёмкости, что ли. В общем, вы поступили, как поступают художники. Порой художника просишь продать, а он говорит, не продам ни за какие деньги. Ну, конечно, художники поступают. Каждое такое произведение, мы относимся к нему как к ребёнку, то есть это абсолютная часть нашей жизни. Так много вложено в каждый объект, поэтому мы всегда следим, в какие руки кому попадают такие вещи. Ведём, так сказать, историю коллекции, это очень важно. Да, мы знаем каждого заказчика и владельца наших шарей. Расскажите, пожалуйста, про владельца Эрмитаж, о том, как попали в Эрмитаж ваши изделия. Это было очень-очень давно, по-моему, это было примерно 10 лет назад. Как раз первая такая яркая большая серия шарей, венецианская. Этот проект назывался Пенелопа среди городов. И, скажем так, шарь, там было 9 шарей, и каждая шарь иллюстрировала какое-либо состояние Венеции. И почему Пенелопа среди городов, это цитата из Эссебродского, набережная Несцелимых. Мне кажется, что вот эти цитаты и впечатления о Венеции, они очень цельно родили такой проект, и мы его несколько раз показали. И тогда предложили представить в закупочную комиссию несколько вещей из этой серии для того, чтобы они вошли в собрание. И мы их демонстрировали в закупочной комиссии на манекенах, выкладывали как если посмотреть наши выставки, то это вот примерно так же было показано на подиумах. И скажем, в Эрмитаж ушли самая светлая работа, средняя и самая тёмная. И вот тёмное золото венецианское, она уже потом экспонировалась, когда открывался отдел костюма. в 2016 году это было, когда открывался одеть костюмы, она старая деревня, была специальная экспозиция, то, чем владеет Эрмитаж, вы можете это посмотреть. А вот Константиновский дворец, в Константиновском дворце тоже Ваши изделия. Константиновский дворец это очень такая какая-то лёгкая, хорошая, радостная история. Я помню, что они предложили сделать персональную выставку, и мы там показывали вот как раз все три, значит, ну, по-моему, даже полностью шали, коллекции шали, и эта выставка называлась, по-моему, «Диалог». Там параллельно ещё Сергея Фалькина была скульптура из камня и параллельно ещё шла выставка персональная Церетели, большая выставка, и в результате наша вот эта выставка «Диалог», она вышла один, месяц, второй месяц, третий месяц. Так и не вернули. И, кстати, на этой выставке у нас мы делали ещё показ. Мы ещё делали показ. На закрытии уже. Да, в общем, как-то было очень активно, и одна из шалей просто ушла в мыслей Константиновской. Вот, я точно знаю, что художники, когда делают свою коллекцию, тщательно оберегают технологии. И Ваше любимое, и мной любимое Ля Перла, когда я её видела, что невольно возникает вопрос, как это сделано. И вдруг на Фейсбуке я вижу почти мастер-класс, где вы рассказываете, как это сделано. Не боитесь ли вы, что кто-то вас повторит? Вот как бы вы отнеслись к тому, что на каком-то показе использованы элементы Вашей Ля Перлы после Вашего мастер-класса? Дело в том, что на самом деле это не первый мастер-класс, и я не скрываю свои находки. Я помню, что когда у меня была выставка в Эрмитаже, в молодёжном центре, по-моему, это 2006 год, или 2008? 2006. 2006, да. то я там просто для студентов, по-моему, два вечера проводила мастер-класс и показывала вот эту новую технику плетения. И я их призывала, чтобы они ещё и свои искали, а не только мою повторяли. То есть, представьте, сколько лет прошло, я пока не вижу последователей. Ну, я думаю, что технику плетения, даже если Вы будете показывать, никто не захочет делать, это настолько трудоёмко, это действительно надо быть очень трудолюбивым человеком. Вот скажите, когда Вы свою шаль демонстрируете, сколько Вы тратите время, чтобы создать экспозицию? Одну шаль. А вот про инсталляцию наше видео? Про инсталляцию, да. Ну, вообще, в среднем, если, скажем так, достаточно в хорошем, нормальном темпе работаете, то два человека делают одну огромную инсталляцию три дня. Ну, а Вы говорите, кто же будет так повторять? Это же не создание, на создание одной такой большой шали может уйти до полугода. Это очень большая работа. Так, вот Вы родственницы. Можно сказать, что у Вас не только творческий союз, но и совместный бизнес. Вот скажите, что Вы нового узнали друг о друге? Вот, Елена, что Вы узнали о своей дочери? Как о бизнес-партнёре? Ну, мне кажется, что самое главное это надёжность. Елена, что Вы узнали о маме? Она такой хороший вопрос, никогда об этом не думала, если честно. Ну, много про телеустремленности узнала. Вас устраивает такой партнёр? Да? А что делать? Скажите, вот, само понятие модный дом ещё подразумевает команду. Конечно. Есть ли у Вас команда, сколько человек, постоянные ли это люди? Ну, конечно, без команды мы не сможем всё это делать, ни при каких обстоятельствах. Мы очень, у нас очень маленькая команда, но, как говорится, каждый бриллиант в короне очень ценен и очень важен. И мы их собираем, можно сказать, вот вообще по крупицам, потом, когда мы находим, скажем так, друг друга, мы их храним бережно, вот, и эти, так сказать, союзы длятся вот уже много лет. Скажите, сколько у Вас поставщиков материала? Марина, хороший вопрос. Скажем так, мы, поскольку у нас очень небольшие коллекции, и мы с точки зрения, например, нити мы рассматриваем, то мы привозим их вообще с разных стран и ищем всегда что-то новенькое. Вот, если что касается, скажем так, каких-то материалов для коллекции демократичных, там, вот, Гафре, или, ну, того, что мы как раз продаем для аксессуаров, то мы ищем это и в России, потому что сейчас уже нет смысла, ну, мне так кажется, где-то это все искать, можно, есть прекрасные агентства, которые доставляют материалы, и с ними можно прекрасно договориться. но я еще должна сказать, что так как я тканщица, да, я, это такой, как бы, термин, может быть, не, ну, вот, я совершенно не могу пройти мимо красивой ткани, мимо супер качественной фактуры, и я обязательно это приобретаю, поэтому все, что я делаю, я люблю эти ткани. В ваших коллекциях часто присутствует слово любовь, предчувствие любви, любовь земная, небесная, а сколько у вас эти чувства занимают в вашей жизни? Ну, это все, что причислили, это название одного проекта, который посвящен любви, он один. Много же слова любовь повторять. Много слова любовь, да, но это вот в одном проекте, который как раз и об этом есть. Ну, это целый проект, но на самом деле у нас в каждой коллекции присутствует любовь. Если взять Ла Перла, да, это платье Афродиты, это богиня любви, то есть здесь... Можно я уточню вопрос? Да. Сколько места в вашей жизни занимает любовь? Я бы хотела сказать, что мы очень счастливые люди, потому что мы живем то есть с любовью, то есть мы любим то, что делаем и как бы во всех сферах вашей жизни. Но я иногда думаю, что, боже мой, как здорово, что я все-таки занимаюсь тем, что я люблю. Я прихожу, то есть мне кажется, что я работаю круглосуточно, потому что я люблю это делать. Елена, я знаю, что ваш муж художник, у вас были совместные проекты, и он не ревнует вас к работе, вы все время отсутствуете. Да, на самом деле такие есть, но так как он сам весь в работе, и он очень талантливый человек, и он тоже живет любовью к тому, что он делает, то тут у нас очень гармоничный союз. Калина, свободно ли ваше сердце? Нет. А какими качествами обладает мужчина, занявший ваше сердце? Я думаю, что добротой, терпением и пониманием. Скажите, каким вы видите свой модный дом через год, через пять лет? Вы знаете, это хороший вопрос, меня уже его спрашивали, когда только модному дому исполнился один год. Наша московская коллега искусствовед. И вы знаете, если бы мне заплатили много денег и сказали бы, что я угадаю хоть что-нибудь из того, что я бы хотела, это не так. Жизнь настолько непредсказуема, и, скажем так, невозможно с нашими всеми, скажем так, большими проектами или какими-то устремлениями и нашими самими задачами как-то предугадать свою историю, свою жизнь, поэтому мы этого не делаем. Мы стремимся изо всех сил к тому, что нам хочется, но предугадать или, например, даже показ в Париже, получить такое приглашение, невозможно это предугадать. Ну, и небольшие вопросы. Блиц. Если бы не в России, где бы вы хотели жить? Я могу точно сказать, что я бы хотела жить в Париже, потому что это столица действительно от кутюр моды, и там ты находишься в своей среде, тебя понимают, тебя ценят, как бы там очень легко. Поступали ли вам предложения остаться в Париже? Мы пока об этом не думали. Да, на самом деле, потому что для нас важна здесь наша команда, которая здесь работает. Как бы оторваться от неё нам ещё сложно. То есть продаваться в Париже, а производить всё-таки в России. Есть ли у вас уверенность в завтрашнем дне? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Для художника. Вы знаете, скажем так, могу по-другому ответить? Скорее, просто со временем, проведя много разных мероприятий и создав коллекции, можно сказать, что мы просто к чему-то начали относиться более философски. Занимаетесь ли вы благотворительностью? Конечно. Например, мы предоставляем несколько вещей, шарфы, аксессуары на аукционы для разных фондов, которые поддерживают кислород. В прошлом году, перед Новым годом, как раз, Полина Осетинская проводила, и мы туда были донаторами, шарли, потом... Вот, фонд Солнца. Очень-очень много, на самом деле, с нами взаимодействует разных организаций, и мы, конечно, с удовольствием соглашаемся. Всегда поддерживаем. Нужен ли вам спонсор? Конечно. Всем нужен. А предлагает кто-нибудь быть вашим спонсором? Это же большая честь, быть спонсором модного дома Елены Ткаченко. Если вы знаете, мы готовы. Мы как-то настолько привыкли идти сами, что мы, скажем так, сами и идём. Мы никогда не искали спонсоров, то есть там буквально можно вспомнить единицы какие-то, опыт, и, в общем, мы поняли, что нам самим намного легче, проще и быстрее. Но если будет какой-то действительно достойный спонсор, мы рассмотрим это продолжение. Конечно, если бы у нас была более мощная поддержка, то развитие было быстрее, гораздо быстрее мы могли бы больше просто именно создавать, делать, чего мы очень стремимся и хотим, просто скажем так. Я помню, как-то Александр Васильев говорил, что чтобы чего-то достичь в мире моды нужен необычайный талант, какая-то невероятная целеустремлённость и большие деньги. То есть у нас есть два пункта, а третий мы сами зарабатываем. Но поскольку наша программа называется интервью на миллион, то пусть ваши творческие планы принесут вам не только коллекции, новые показы, но и признания, но и миллионы тоже. У меня для вас подарок. Елена, вы как-то сказали, что иногда видя ткань, вы создаёте какие-то образы. Я хочу вам подарить ткань, которая новая в моём магазине и может быть она послужит образом для какого-нибудь изделия. Я благодарю вас, что вы присутствовали на этой программе, а я, Марина Овчинникова, ведущая программы. Ведущая программа. Всё. За браво, браво. За браво. Спасибо большое. Спасибо большое. Даже интересно, что здесь. Какая красота. Это можно посмотреть? Да, конечно. Или сейчас можно? Давайте. Давайте. тогда обратно. Это мне с какого... Нет. Ну, это же должно быть, наверное, как-то мелькнуть в кадре-то. Подарок должен мелькнуть в кадре. Наверное. Давайте. Хорошо. Подарите и упрощайтесь. Прямо сейчас начать? Да. Елена, вы как-то говорили, что порой ткань служит вам источником вдохновения. Я хотела подарить новую ткань из своего магазина. Может быть, она послужит тоже каким-то источником вдохновения для изделия. Спасибо. огромное. Спасибо. Мой новый магазин Материя Прима. Супер. Поздравляю. Я благодарю вас за участие и прощаюсь со зрителями. С вами была я, Марина Овчинникова, ведущая программу «Интервью на миллион» на канале Медиаметрикс. Спасибо.